Всем привет! Секунду, я настраиваю камеру, чтобы было меня хорошо видно. Всем привет! Сегодня мы проводим эфир с нашего балкона, потому что на улицу нельзя, а хочется немножко поменять обстановку. Всем привет! Всем привет! Добро пожаловать в эфир! Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про наш месяц чудес, про месяц освобождения, про весенний месяц, про месяц, который наступил 4 дня назад. Всем привет! Всем привет! Давайте я вам немножко покажу вида Израиля. Это вид из нашего балкона. Вы видите, там рядом вот растут два цветущих деревья. Сейчас я вам вот так покажу, секунду. Смотрите, вот два цветущих деревья рядом. В месяц Аниссан есть такая заповедь, что когда вы видите цветущие деревья, которые растут рядом, вам нужно найти два цветущих деревья, чтобы они были рядом, и благословить на них. Что значит благословить на них? Есть такое маленькое благословение, где говорится, что Всевышний, спасибо, что ты создал нам эти прекрасные деревья, для того, что они нам помогают, служат, для того, что мы ими пользуемся. И, кстати, мы уже выполнили эту заповедь, благословить цветущие деревья. Вообще, в Израиле, мне кажется, на каждом шагу цветут деревья. Вот даже там можно увидеть. Всем привет! Всем привет! Шалом, Краснодар, Германия! Всем привет! Очень-очень рада быть с вами, со всеми в эфире. Вот. И так вот, вот эти вот цветущие деревья мы уже с вами и благословили. Баруха Шем. Вот. Поэтому каждому нужно постараться найти два цветущих дерева и сказать благословение, сказать Всевышний большое спасибо тебе, что ты создал нам такие прекрасные деревья, которыми мы пользуемся, которые полезные. В общем, я подробно точно не помню, какое там благословение говорится, но вы можете его найти в интернете, можете найти в книге, в седуре, в молитвеннике, как вам удобно. Итак, всем привет! Я уже вижу, народ подключился. Всем привет! Сегодня мы с вами немножко поменяли обстановку. Мы с вами вышли на балкон, потому что на улицу нам нельзя. Так бы я, наверное, вышла бы на улицу. Но ничего, здесь тоже очень хорошо, приятно, уютно. Так вот, всем добро пожаловать на эфир. С вами Хана Зельцер. И сегодня я хочу с вами поговорить про месяц Ниссан, да, про месяц нашего освобождения, весенний месяц, месяц, еще его называют чудес, месяц благословения и богатства, первый месяц, потому что именно с месяца Ниссан начинается отчет месяцов. А теперь стоп! Как понять, именно с месяца Ниссан называется отчет месяцев? А как же тогда Роша Шана, который мы празднуем в Тишреи? Это же Новый год! Почему по Григорианскому календарю, да, по обычному календарю, именно от Нового года начинается счет месяцов, правильно? Если у нас, если 31 декабря Новый год, то 1 января, это первый месяц, второй, третий и так далее. Так, а у нас с вами Новый год, Роша Шана в Тишреи, а почему месяца мы отчитываем от Ниссана? И, конечно же, мы с вами это сейчас обсудим. Итак, когда еврейский народ, мы с вами попали в Египет, то мы с вами отчитывали свое время именно с момента нашего попадания туда. То есть, как только мы туда попали, в Египет, мы начали отчитывать время, да, мы знали, что мы с вами помним, что по наказанию мы должны были находиться в Египте 400 лет, в итоге мы пробыли там 210 лет, но еврейский народ отчитывал месяца именно с момента попадания. Теперь Всевышний выводит еврейский народ из Египта, и что он нам говорит? Он нам говорит, вот этот месяц Ниссан, этот месяц вам, начало месяцов, что это значит? То есть, теперь нам нужно отчитывать месяца именно от Ниссана. И это очень-очень легко понять. По примеру одной маленькой истории. У царя и царицы долгое время не было детей. И вот, наконец-то, Мазальтов, добрый час, царица узнала, что она беременна. Кстати, без раташем, чтобы многие, кто планирует деток, пусть Всевышний наградит здоровым потомством, крепким, благословенным, всем, кому это нужно. Так вот, и так, у царя и царицы долгое время не было детей. И вот царица узнала замечательную новость. Она беременна, приходят дни, приходит срок и даты рождения сына, она рожает принца, она рожает ребенка. И что это такой праздник для королевства, да, что царь, он объявляет рождение сына своего праздником для всех. Он говорит, отныне каждый год весь народ должен праздновать день рождения моего сына. Окей, мы поняли это. Теперь проходит время, и какие-то мошенники, недоброжелатели за счет выкупа похитили этого принца, похитили этого сына. И долгое время они боялись объявиться, все, что-то пошло не по плану, и долгое время принц был далеко от родителей, никто не знал, где он. Уже все забыли про день рождения этого принца, и проходит время, мошенники все-таки объявились, и, конечно, они вернули принца к царю. Теперь настолько царь был радости, что он освобождение вот этого вот своего принца сделал праздником. Он теперь сказал, да к черту тот день рождения, у меня сын вернулся домой, его освободили, он жив, я так рад, что это теперь праздник для всех. Итак, Всевышний, поскольку он вывел нас из Египта, он говорит, все, забудьте тот день, забудьте, что вам нужно отчитывать месяца с момента попадания в Египта, все, этого нет, вы вышли, вы теперь не рабы, да, теперь вы отчитываете месяца именно с этого праздника, с момента, как вы избавились от рабства, с момента, как вы уже вышли из Египта. Теперь многие задают вопрос, в смысле, мы были в Египте рабами, мы вышли из Египта и стали рабами Всевышнего, где мы обрели свободу? Всевышний, где наша свобода? А свобода, правильно, многие говорят, что свобода, это делать то, что я хочу, правильно? Теперь, а что хочет наша душа? Наша душа хочет исполнять заповеди Всевышнего, наша душа хочет приближаться к Всевышнему, наша душа хочет приблизить Машех, наша душа хочет осветить этот мир, и поэтому, выполняя заповеди Всевышнего, мы обретаем свободу. Именно поэтому, когда мы делаем что-то хорошее в этом мире, мы, да, свободные люди. Это не значит, что если я кому-то помогаю, то все, я раб того человека. Наоборот, ты этим просто делаешь себя свободным, потому что ты делаешь поистине то, что хочет твоя душа. Да, мы многие зациклены на нашем теле, это понятно, потому что мы находимся в этом теле, но на самом деле мы обрели свободу посредством выхода из Египта, именно потому что мы начали делать то, что хочет наша душа. В Египте мы не могли этого делать. Так вот, теперь мы поняли, что мы начали отчитывать месяца от месяца Ниссан, потому что именно в Ниссан мы обрели свободу, мы вышли из Египта. Теперь, а что мы тогда отчитываем от месяца Тишрей в Роша Шана? От Роша Шана мы отчитываем года, то есть 5776, 5777, 5778, а от месяца Ниссан мы отчитываем год. То есть, я, кстати, смеюсь, говорю мужу, то есть, если я родилась в Адаре, это последний месяц, и наступает Ниссан, то считай, год прошел, да, ну, грубо говоря, да, потому что уже закончился этот год, начался как будто бы новый, да, и мы тоже смеемся. Итак, мы с вами уже сказали, что Ниссан это, это первый месяц, потому что счет начинается от него, это весенний месяц, потому что начинается рассвет у растительного и животного мира, да, как я вам уже показывала наши прекрасные цветущие деревья, не забудьте выполнить заповедь благословения на цветущие деревья, надо найти два цветущих дерева и сказать спасибо Всевышний, что создал нам такие прекрасные деревья, обязательно, обязательно это нужно сделать, и это месяц чудес, и я расскажу в конце вот такую небольшую историю, однажды отец учил своего сына, да, рассказывал ему историю о том, какие великие чудеса делал Всевышний, да, раскрытие моря, вывод еврейского народа из Египта, десять казней, как Сару, Сару он из бесплодной сделал плодную и дал ей сына, какие Всевышний делал невероятные чудеса, вот этот мальчик, он настолько ему было обидно, он говорит, а почему сейчас Всевышний не делает такие чудеса, почему мы не видим этих чудес, где они, и тогда папа сказал, ты знаешь, у нас ведь с тобой есть сосед, правда, да, он живет один, да, сколько ему лет, восемьдесят три, восемьдесят три, как ты думаешь, что он сейчас хочет, ну, ему, наверное, грустно и одиноко, а еще, наверное, хочет попить чай с шоколадкой, да, а еще, ну, ему холодно, ему хочется пледик, он такой, а как ты можешь ему помочь? Ну, мы можем принести ему чай и шоколадку, ага, еще, ну, купить ему плед, ага, и он говорит, и это будет чудо для этого пожилого человека, он говорит, да, Всевышний в наше время делает чудеса через нас с вами, каждый из нас, у нас, у каждого из нас в руках возможность творить чудеса, ну, правда, вот каждый, тебе кажется, что ты сказал кому-то маленькое слово, вау, ты сегодня так хорошо выглядишь, а, эта девушка, она уже расцвела, вау, спасибо, да, и уже ей приятно, уже ты кому-то похвалил, да, уже кому-то сделал комплимент, дал кому-то, я не знаю, конфету, да, сделал какое-то хорошее дело, и уже ты сделал большое-большое такое чудо, и может быть сейчас мы не нуждаемся в каких-то великих чудесах, да, чтобы сейчас здесь земля раскрылась, чтобы море мне раскрылось, потому что оно нам сейчас не нужно, но да, мы, каждый человек, нуждаемся в чудесах друг от друга, чтобы мы каждый делали маленькие вот такие чудеса, оно кажется как будто бы маленькое что-то, но на самом деле это такое великое, что Всевышний дал каждому из нас возможность делать большие-большие чудеса, и этот месяц, он называется месяцем чудес, месяцем богатством, вообще каждый месяц, вообще каждый день у нас это новый день, новые возможности, это день богатства, день возможностей, да, поэтому мы об этом не забываем, Я напоследок хочу еще вам показать Израиль, смотрите, цветущие деревья, видите, все-таки ездят все, погода на самом деле потрясающая, вот, так что вам привет из Израиля, Аждот, спасибо большое, что вы были со мной в эфире, мне очень-очень приятно, спасибо каждому из вас за такое маленькое большое чудо, спасибо, что вы есть, спасибо большое всем, очень-очень приятно, всем хорошего вечера, пока-пока!